дорогие друзья перед началом фильма важное объявление мы сделали телеграм-канал в нем будут размещаться дополнительные материалы не вошедшие ни в один из фильмов различная справочная и эксклюзивная информация а также включение в режиме реального времени во время экспедиции подписывайтесь ссылка в описании будем вам рады здравствуйте дорогие друзья ранее на канале выходили фильмы с разбором географии с точки зрения истории литературы архитектуры и вот сегодня предлагаю рассмотреть с точки зрения история вопрос биологии а если конкретно то сегодня пойдет речь про зайцев а если еще точнее то есть всего разнообразия зайцев мы разберем только вид зайца русака и зайца беляка а вот я люблю песню про зайцев про кого про зайцев но сначала давайте вспомним что же мы уже знаем про зайцев и так кратко официальная справка специалисты указывают что в мире насчитывается порядка четырех десятков видов зайцев в зависимости от вида зайцы населяют различные климатические зоны начиная арктической тундрой и заканчивая влажными тропиками в том числе в условиях засушливых пустынь и полупустынь кроме антарктиды зайцы распространены везде как на равнинной местности так и в горах на высотах до пяти тысяч метров отличаются длинными ушами коротким поднятым хвостом недоразвитыми ключицами длинными задними лапами что позволяет им двигаться прыжками при этом скорость может достигать 50 километров в час а у некоторых видов еще больше зайчата рождаются развитыми с шерстью и открытыми глазами зрение у зайцев слабое обоняние хороший слух превосходный в природе лучше зайцев слышат только летучие полевые мыши и крысы беззащитность по отношению к многочисленным врагам у человек хищные млекопитающие птицы делают зайцев крайне осторожными и скрытными зайцы не впадают в зимнюю спячку питаются растительным кормом травой хлебными растениями овощами молодой древесной корой зимой заяц беляк абсолютно белый за исключением кончиков ушей в летний период окрас становится сероватым или с рыжим оттенком заяц русак немного крупнее своего белого собрата окрас меховой шубы в летний период может быть сероватым бурым коричневым или рыжим зимний мех отличается чуть более светлым оттенком но белым он не бывает несмотря на тот факт что у зайцев достаточное количество естественных врагов они поддерживают свою численность благодаря высокой плодовитости к тому же они размножаются до четырех раз в год в зависимости от климатических условий обитания в более холодных регионах зайцы успевают вывести всего один выводок зайчат а в более теплых это происходит намного чаще в теплом климате зайчиха способна приносить до пяти оплодов в год за раз она рожает среднем 58 детенышей самка вынашивает свое будущее потомство в течение 26 55 суток зависимости от вида зайцы становятся половозрелыми возрасте около одного года в природной среде заяц может прожить около пяти восьми лет как правило практически все виды зайцев в том числе беляк и русак предпочитают вести оседлый образ жизни но если в зимнее время имеются проблемы с пропитанием то могут мигрировать но на совсем небольшие расстояния территория современного обитания зайца беляка и зайца русака по многом пересекается это евразия и северная америка сейчас на ваших экранах ареал обитания зайца беляка а это ареал обитания зайца русака справедливости ради должен уточнить что беляк предпочитает места где можно хорошо спрятаться леса заросли кустарника бурьян а русак предпочитает равнинную открытую местность с хорошим обзором это степи луга поля тем не менее зоны их обитания постоянно пересекаются что приводит к появлению гибрида зайца тумака этот гибрид очень не жалуют охотники с гончими так как по их мнению от своих родителей он унаследовал самые лучшие их черты живет как беляк в лесу где кормится и устраивается на дневку но гонимый собаками будто русак закладывает круги верст по 10 поэтому охота на него делается крайне затруднительной собаки просто уходят со следа а бывают и теряются тумаки распространены практически по всей территории евразии и местами доминируют над количеством чистокровных русаков и беляков фольклоре многих народов заяц является олицетворение метафоры плодовитости и супружеской любви при этом в некоторых сказках заяц изображается как мудрый трудолюбивый и честный персонаж но одновременно выступает как образец слабости или трусости конец краткой официальной справки тут еще хочу добавить что согласно некоторым официальным источником зайца русака в северную америку завезли в 1893 году вполне допускаю что на самом деле в 1893 году кто-то выпустил несколько зайцев в америке возможно даже архивный документ тому имеется тут друзья дело в другом сам по себе факт выпуска зайцев стал своеобразной точкой отсчета после которой стало считаться что в америке точно есть зайцы русаки вне зависимости были они до этого или нет то есть даже если русаки и водились в америке до 1893 года то как-то доказать или опровергнуть это уже нельзя только потому что считается что их выпустили в этом 1893 году но даже не это главное у любого действия должна быть цель или смысл вот скажите пожалуйста в чем был сакральный смысл вести в америку европейских русаков если в америке уже водились беляки почему именно зайцев привезли и выпустили ну а не кроликов как например в австралии если подумать то можно еще с десяток вопросов задать официальным историком на которые они не смогут дать ответа по крайней мере в парадигме своей официальной версии и так помимо зайца русака северной америке обитает также заяц беляк по внешнему виду систематике и биологии практически не отличим от евразийского собрата о том кто и когда его привез и выпустил на просторы северной америке данных пока нет таким образом мы имеем два вида зайцев которые распространены на двух континентах северного полушария разделенных океаном а теперь внимание вопрос каким образом зайцы все-таки преодолели океан конкретно заяц беляк некоторые знаете конечно умеют плавать но не думаю что кому-то из них под силу самостоятельно переплыть океан есть всего два способа как заяц беляк мог попасть в северную америку 1 его привезли люди и 2 зай сюда попал своим ходом по суше большинство скептиков выберут первый способ так как он на первый взгляд более логичный простой на первый взгляд однако тут есть одно но дело в том что помимо русака и беляка северной америке официально обитает еще шесть видов зайцев которые не обитают больше нигде зоопарки мы не считаем отсюда сразу два вопроса откуда тогда завезли этих зайцев и зачем все же завезли русака если северной америке своих зайцев хватает думаю что не нужно иметь семи пядей во лбу чтобы понять что зайцы расселились по суше причем сейчас даже не суть принципиально в какую сторону была миграция однако если вы хорошо знакомы с официальной точкой зрения то наверняка знаете что согласно официальной версии американский континент отделился от евразийского аж в юрский период то есть 201 145 миллионов лет назад то есть официально тогда еще динозавры жили справедливости ради должен уточнить что официалы оставили себе небольшую лазейку которую они назвали берингея по утверждению официалов северная америка евразия неоднократно соединялись между собой беринговым перешейком возникавшим на месте современного берингового пролива эти изменения были связаны с колебаниями уровня мирового океана когда уровень океана опускался над поверхностью моря оказывался весьма обширный участок континентального шельфа ширина которого достигала 2000 километров существование берингового перешейка позволяла древним людям и животным перебираться из азии в северную америку и обратно согласно официальной версии истории последний раз берингов перешейк исчез 10 11 тысяч лет назад ну вот друзья мы и разобрались на этом можно и закончить благодарю за то что досмотрели до конца всего вам доброго до скорых встреч но нет не все так просто можно много раз говорили про изменение климата в недалеком прошлом и подъем уровня мирового океана это отдельная большая тема сейчас не буду я пересказывать ибо на канале есть два фильма именно ей посвященные сейчас отметим только то что официалы все-таки признают подъем уровня мирового океана хоть и отправляют его в доисторические времена помимо этого здесь есть еще один очень важный момент который почему-то не замечает вообще никто чисто ради примера берем ситуацию с цветом кожи населения северной америки согласно официальной истории сша провозгласили свою независимость в 1776 году то есть четверть тысячелетия назад сейчас я не буду касаться темы войны за независимость сша и гражданской войны про это на канале есть отдельный фильм который называется ложная история ложные ценности сейчас мы исходим из того факта что за 250 лет в северной америке конечно остались так сказать чистые белые и чистые черные но также есть метисы и мулаты причем популяция смешанных рас вполне сопоставима с популяцией белых или черных уж извините за слово популяции никого не хотел обидеть но в данном конкретном случае именно слово популяции как нельзя лучше объяснять суть вопроса и так за 250 лет оседлого проживания на одной территории раз и перемешались очень сильно а теперь скажите друзья как много останется так называемых чистых белых или чистых черных за 10 тысяч лет и вот тут начинается конгнитивный диссонанс для скептиков и сторонников официальной истории заяц русак и заяц беляк генетически совместимы между собой более того вид зайца который получается при их смешении хорошо известен как науки так и охотникам это заяц тумак про которого я уже упоминал выше но самое интересное в том что заяц тумак способен давать свое потомство то есть он не бесплоден как например потомство лошади и осла как мы помним из официальной информации средняя плодовитость зайца 3-4 оплода в год в каждом оплоде по 58 зайчат даже если зайчат от 2 до 4 это все равно способствует быстрому росту популяции а если окружающие условия благоприятные может быть и большее количество оплодов с большим количеством за зайчат хищники одинаково опасны как для русаков беляков так и для тумаков то есть на одной территории все зайцы в равных условиях и вот тогда я спрашиваю а почему за 10 тысяч лет все зайцы не перемешались в один вид тем более что репродуктивный период у зайцев намного короче потомство за одну беременность намного больше а зайцы как вы помните из официальной справки также ведут оседлый образ жизни ареал обитания по многом пересекается и зайчихи способны давать потомство уже на следующий год а некоторые даже в год рождения вот как так то за 10 тысяч лет они еще не перемешались только не говорите что зайцы умеют предохраняться естественно в зависимости от условий обитания рождались рождаются и будут рождаться разные зайцы зависимости от местных условий но даже если допустить что зайцы перешли по перешейку 10 тысяч лет назад причем неважно в какую сторону то сейчас мы бы имели один вид зайца тумак что в евразии что в северной америке ну или что еще более вероятно было бы большее число видов зайцев генетически несовместимых между собой как например макаки и бабуины и напротив тот факт что мы имеем как беляка русака так их смесь зайца тумака то можем сделать вывод что процесс смешения начался не так давно идет до сих пор то есть так сказать не окончен если кто из зрителей знаком с генетикой то можете подсчитать в какой момент начался процесс смешения за но проверить и наши расчеты отправными данными здесь являются популяции русаков беляков и тумаков а также репродуктивность одной зайчихи за год забегая вперед скажу что эти расчеты как раз и дают середину или первую треть 19 века повторю еще раз если бы два вида зайцев действительно пришли по перешейку аж 10 тысяч лет назад сейчас это был бы один вид зайца либо что более вероятно была бы ситуация как например у обезьян существовало бы много видов генетически несовместимых между собой и так вывод первое наличие близкородственных практически одинаковых видов зайцев в евразии и америке говорит о том что континенты были соединены между собой сухопутно второе то что эти виды зайцев генетически совместимы между собой проживают на одной и той же территории но еще не смешались в один вид говорит о том что разделение материков произошло совсем недавно вот теперь друзья попробуйте осознать эту информацию и обязательно напишите в комментариях свои мысли по этому поводу мы читаем все комментарии и мне не каждого для нас очень важно даже если вы не согласны с нами на этом на сегодня все но я с вами не прощаюсь впереди еще много интересного благодарю вас за внимание всего вам доброго до скорых встреч